В то время существовали так называемые вечерние школы. Аллопатриасы и прочие бездельники, которые не закончили среднюю школу, могли записаться в вечернюю школу и не оставляя работы получать диплом в среднем образовании. В принципе, неплохая идея, но как-то в этой стране извращена до предела. Как и многие в этой стране, было извращено до предела ученики. Для учителя работать в вечерней школе означало полную потерю самоуважения. Для учеников потеря времени ради справки. В состав учащихся в вечерней школе подбирался весьма разношерстная пара совсем более-менее нормальных учеников. Пять десяток хулиганов, которые чуть ли не силой заставляли ходить в школу, что они делали весьма изредка. И десяток пенсионеров, которых по тем временным причинам заставляли пойти в школу. Дядя Миля в вечерней школе был примерным учеником. На руках он не хулиганил, не дрался, не дрался, не дрался у девочек за косички. Он даже не храпел, как его одноклассник, с которым его посадили за парту. Более того, почти не спал на уроках, в отличие от соседа. Сосед же такого же возраста, старичок, приходил в школу, чтобы выспаться. На работе шум, дома внуки, а в школе тихо, можно хорошо поспать. Только вот храпел он сильно. Так что для дяди Миля в конце концов попросил, чтобы его отсадили от этого храпуна. Вообще давайте мне, как в нормальной школе, пусть за партой сидит мальчик и девочка. Понятно, что в родительском собрании для дяди Миля проводил свою жену, тетю Раю, моя аральская птичка. Уроки в школе дяди Миля делал аккуратно, точнее аккуратно приносил домашние задания. Сын дяди Миля, Аркаша, отвечал за математику, химию и физику. Невестка Инна за русский язык и литературу, рисование, историю и прочую готовила жена тетя Рая. После работы дяди Миля ложился на часу поспать, а затем он собирался в школу. Члены семьи докладывали, что сделали для школы. Единственный урок, за который отвечал дядя Миля лично, это биология. С биологией у него почти были родственные отношения. Наверное, есть какая-то связь в том, что любимый племянник дяди Миля стал биологом. С тем, что дядя Миля отвечал за биологию лично. Дело в том, что в армии дядя Миля служил в кальвалерии. Наверное, какую-то роль в его увлечении лошадьми сыграл постоянный двор в Теплике, где прошло детство дяди Миля. Но главное, конечно, кавалерия. Аид Будемовец. Это о нем. Рослый, крепкий, еврей. Гавалерий, кальдефи, в наканье. Мид де шапка, мид де твою мать. Долгие годы, когда наступал очередной юбилей, дяди Миле дарили скульптуру и портрет лошадей. У нас была бронзовая кобыла с обломанным хвостом. Ее тоже подарили дяди Миле, и она стояла у изголовья кровати до самой смерти дяди Миля. Эта бронзовая кобыла без хвоста досталась мне в наследство на память дяди Миля. Вот она, когда поступил урок биологии, учительница вызвала дядю Миле отвечать доске, обязательно проходил диалог. «Марья Ивановна, спросите меня про лошадь». «Самуил Илоронович, вы же рассказывали про лошадь в прошлый раз». «Ну и что? Спросите меня еще раз». «Она ведь лошадь, она же ведь такая интересная». «Ну хорошо, расскажите нам про лошадь». Учительница, гордившаяся ему только в дочке, но, пожалуй, и во внучке, не смела отказать заслуженному человеку. По биологии у дяди Миля была твердая четверка. Вторая и последняя четверка для дяди Миля, как я уже говорил, была по истории КПСС. Остальные предметы давали дяди Миле несколько хуже. Так, русскую литературу, где было читать толстяные книги, дяди Миля сдавал в пересказе невестки Иной. И по экранизациям. Так что неудивительно, что кое-кто что напутать. Например, имя героя романа с фамилией артиста играл в живой в кино. Кстати, эту невестку проходили для дяди Миля немного побаивался. Потому что когда в школе по русскому языку произносили гласные, согласные и прочие буквы, дяди Миля как-то спросил. А она, это щипяще. Однажды, правда, для дяди Миля все-таки сорвал урок с этой учительницей русского языка. Одноклассники не выполнили домашнее задание и попросили дяди Милю отличить учительницу от этого пустяшного обстоятельства. Не успела Мария Иванова идти в класс. Как дядя Миля поднял по правилам руку и задал вопрос. Скажите, Мария Ивановна, а правда ли, что «Мертвые души» написал не Гоголь, а Пушкин? Ну что вы, Самуил Аронович, Пушкин, возможно, подсказал Гоголю идею, но «Мертвые души» написал Гоголь. Про подсказку Пушкин, например, для дяди Милю слышал в первый раз, как это выстрел на удачу в чистом воздухе. Но уважаемый Самуил Аронович решил использовать оцепку. Вот видите, Мария Ивановна, вы об этом сами сказали. Я знаю, что на обложке «Мертвых душ» указан Гоголь. Но мне кажется, что написал все-таки Пушкин. А на оставшиеся 45 минут урока Мария Ивановна пыталась убедить уважаемого Самуила Ароновича в мустростве Гоголя. Он, не отвергая эту гипотезу, доставил, что Пушкин... Главной характеристикой для Билли была его доброта. Всю свою жизнь он прожил в небольшой квартирке на Куликовом поле. Со своей мамой, братьями и многочисленными шпухой. Он, по-видимому, неплохо зарабатывал, но деньги у него никогда не задерживались. Уже будучи отцом, сдавал заработок не жене, а маме, которая эти деньги тратила на тех, на кого считала нужным в данный момент. Жена дяди Мили была довольно непрактичной и недомашней революционеркой. Поэтому особого уюта в доме не было. Но он любил мир, и его любили. В моей юности, когда обычно на вечеринках ребята стараются держаться подальше от взрослых, друзья собрались ко мне домой. Всегда просили пригласить дядю Милю. С ним неизменно было весело. Он любил шумное домашнее застолье. Ни один праздник, ни один день рождения он не забывал. Стоило маме запланировать какую-то скромную дату, отметить их без многочисленных гостей, раздавался звонок от дяди Мили. Фирочка, не волнуйтесь, я организовал всех наших. Отговорка, я типа ничего не приготовила, не принималась. Будет комби-корм. Так он называл оливье. Обязательное кулинарное чудо тех лет. И достаточно. Как я уже сказал, дядя Миле был умерен, но не очень грамотен. Проходил к папе в церкви, шикарная дама, и как-то смущаясь, не решаясь обратиться. Наконец-то протягивает записку. Гарик, сделай этой же даме что-нибудь. Что я должен вам сказать? Имелось в виду билеты на контрмарк, на представление. На руководящую работу, при своем славообразовании, дядя Миле попал так. В первые месяцы войны кавалерист Самуил Ранович Гурман был конфужен и получил инвалидность. И из правой руки было здорово покалечено. Комиссированных героев в Тулу было мало, а тут инвалид войны, герой, член партии и без специальности. Но направили его на усиление партийной работы в некую артель, по производству всяких бытовых штук. Артель вроде частное предприятие, а внутри социалистической страны. Но там должен быть присутствовать руководящая, направляющая роль партии. И вот Райком направил в артель рога и копыта фронтовика Гурмана для укрепления партийной прослойки. Причем стал быть артельщиком, а вы там не обижаете фронтовика. Артель, конечно, делал какие-то левые дела, но дядя Миле был в них не посвящен. Удобный, спокойный был руководитель, не зная подноготные. Он так всю жизнь и провел в этой артели, позже в государственной фабрике, не будучи замешанной в подпольных делах. Ему, конечно, давали пару копеек сверхзарплаты, но он всегда спрашивал, не много ли это, не зарываетесь ли. Его первый практический опыт руководства выглядел так. Пошел он с кастрюльками и кружками, образцами продукции на утверждение в Райком. Посмотрел партийный работник и не принял образцы. Что-то в них его не устроило. Наверное, идеальное содержание. Вернулся Самуил Гронович в цех и говорит ему своему заместителю, по сути реальному начальнику артели. Не годится, не утвердили образцы. Не волнуйте, завтра все утвердим. На завтра Деремилю снарядили в Райком снова с теми же образцами, но только в кастрюлю положили кусок сало. В тут, что побольше, насыпали крупы и кружку наполнили медом. Это в голодном столовом городе, где слеп хлеб по карточкам. Вы что, с ума посходили? Не волнуйтесь, несите на утверждение. Продукцию приняли не особо рассматривая, по запаху. Наверное, именно с тех пор у Деремиле укрепился органический стиль отношения к милиции. Уже в Одессе, в период всем народного увлечения сельским хозяйством, появилась мода посылать добровольцев на помощь селу на селе с хозработой. Поступила разнарядка к Самуилу Ароновичу. Что делать? Не разрушать же коллектив, не оторваться от уважаемых людей и от их семей. А он, Самуил Аронович, нашел решение. Был послан в границе на привоз. Главное одесские задания в направлении, принявшись на базар, крестьян-работников, которые сам Бог велел заниматься сельхозработкой. Такой отряд за умеренную звук был намерен. Каждый в том оправе научил бродейных пиджоса подачи до мелочи и собили именем и отчеством по работе акцель Панда, который проводил Самуил Аронович. То, что если кто-то не поправил, сделал, то фирму лично выиграл помогать селу. Панда Ун-Пешта. Пару дней приходит, спать, что страшил на все громады. Павел Аронович Панда. Ун-Пешта родил мальчика. Парадок не хочет мальчика ехать, потому что умерен ее заместитель. Самуил Аронович. Евреи говорит, что этого бы умереннее не было. Про этого же не сидит, но это посидение вот Павел Моисеевич Панда. Пару, с доверяю прокрутеру, и взяла подъемную, несмотря на то, что была на сносях. Панда объявили, говорит, что там взяли и тело заняли. Много позже лет, даже в сентябре, диземиле обидел Омелеха. Пару, что ему намекнули, что, несмотря на успешное окончание средней школы, ему предстоит оставить руководящий пост. Пошел, диземиле разбираться в райком. Добился желаемого ему недолгости. Он в сердцах голосовал, раз в этом придется жаловаться папе, и ушел. Раздается звонок очень важного начальца у моего отца на работе. Герой Ронович, кто ваш отец? Папа не понимает, почему этот друг вспомнили партийные версии Ай-Ай-Рей-Лейбан. Оказывается, фраза Балашнини-Земиле, как их крайне разволновала. Это было время, когда родственные связи начали очень много. Начальники запомнили, кто может быть папа этого 70-летнего Гарри, а старика, которому он собирается на вас жаловаться. На статье вспомнил, что один из братов Самуила Роновича, а другой Львовича. Странно все это, как-то это случилось. Капа сразу доказался, что речь идет о генеральном секретаре КФСС Ленидовичем Брежневе. Говорилось же, что Ленид Ильич нам родной. Вот и речь идет о жаловаться, что Ронович Папе. Дорогой мой любимый дядя. Мой домовый дядя. Не говоря уже о том, что дядя Миля очень любил людей, он очень любил родных. И еще более особенно моего отца. Он из двух сыновей Гарика выделил именно меня. Скорее всего, потому что я привязался ко мне к первенцу. Из своих привязанностей он не менял. Когда мне было 2-3 годика, мы жили на Тираспольской, недалеко от конторы дядя Миля. Если маме нужно было оставить, вызывали дядя Миля. Мне кажется, что я помню, как возможно по памяти чужих слов и по фотографиям сижу на коврике, расставив на уши с огромным мячом. И напротив, в той же поясе сидит огромный дядя Миля. И мы катаем по мячику друг к другу. Филенька, мне надо на работу, просит дядя Миля. Последний самый веский аргумент. У меня печаль. Нет, печаль в карапуле. Это я отрочно. Игра продолжается. Тоже тогда выяснилось. У меня любовь к животным, или у меня постоянные источники, и у меня нет предмечений, но будет не лучше. Потому что он подарил мне первого щита и долька. Чертного. Идет 2 кокера в виде колбаски. Моя первая пара голубей, белых, поддомбрированных корон, и поддомбург, который поддомбирает в виде. Мне было лет 4, я мечтал о встрече. А что я так подошел? Я так подошелся. Моя завтра, в 8-7, в весе. Где-то в свои дни или еще? Продолжение следует... Продолжение следует...